У продюсера в работе будет только мой канал и несколько. Обычно несколько. Почему? Потому что если зацикливаться на одном канале, это неправильно. Потому что, смотрите, у продюсера обычно есть команда. Команда людей, которая делает ему под заказ, которая понимает его с полуслова. А эту команду надо кормить, потому что, ну, нельзя, это вот, у вас не может быть такой командy. Потому что если… на пальцах расскажу. Смотрите, если вы снимаете 2 ролика в неделю, то у вас получается сколько? 8 роликов в месяц. Это вам надо 8 обложек в месяц. Разве будет дизайнер работать с вами на постоянной основе, если вам надо всего 8 обложек? Наверное, нет. А будет ли с вами монтажер работать на постоянной основе? Эсли у вас всего 8 роликов? Тоже, наверное, нет. Правильно? А будет ли с вами работать менеджер YouTube канала, если у вас всего восемь роликов. Ну, давайте будем объективными, да? У вас восемь роликов. На один ролик менеджер ютуб канала тратит пятнадцать минут. Ну, пусть полчаса. Пусть час. Восемь роликов, восемь часов. Один рабочий день, он занят у вас на канале. Но он человек, он хочет зарабатывать деньги. Он хочет кормить семью. Он хочет поехать в отпуск. И он будет работать только на вас? Наверное, нет. А хуже всего, что очень часто эти люди не дожидаются у вас. Понимаете? Вы им пишете, а они не отвечают. И вы огорчаетесь, потому что вам нужно срочно, вам пришла хорошая идея, вы сняли ролик, но вам нужно сделать монтаж, а уже по-другому никак. Ваши зрители привыкли к хорошему контенту. Понимаете? И дальше получается все в таком формате, что вы растете, у вас качественный контент и вам нужны люди. Ну, и продюсер тот, кто этих людей около вас аккумулирует, собирает и дает им задачи. Поэтому у продюсеров обычно несколько каналов в работе.